Всем привет! Почему Дастин Паре не получил от Конора 500 тысяч долларов пожертвования, о которых он говорил? Как отреагировал на всё это сам Конор? Что сказал Элджемейн Стерлинг? Почему болельщики недовольны? Сколько Джиган просит за бой с Емельяненко? И почему даже болельщики Хабиба удивились после заявления менеджера Али Абдельазиза? Сейчас обо всём об этом по порядку, я подготовил много интересных новостей. Усаживайтесь, братья, поудобнее, приятного просмотра, погнали! Элджемейн Стерлинг нагнетает, он обратился ко всем, чтобы, наконец, успокоились. И он будет лечиться столько, сколько ему потребуется, говорит. По предварительной информации из операции на позвоночнике пропустит он целых 5 месяцев. Вот здесь слова Элджем. Моё восстановление не будет проходить 9 месяцев, как это утверждают люди. Я не знаю, почему они продолжают распространять эту ложь. Это похоже на то, что у UFC есть крот, который постоянно распространяет неправдивую информацию. Я не собираюсь отсутствовать 9 месяцев. Мой следующий бой пройдёт в августе, сентябре или октябре. Мы посмотрим, как я буду восстанавливаться и набирать форму. Конечно, чем больше времени на восстановление, тем лучше. 15 апреля Стерлингу проведут операцию, друзья. Врачи диагностировали у него грыжу межпозвоночного диска. И сразу же реакция от Пети. Запомните мои слова. Этот клоун не будет драться в октябре. Вот и получается, что Стерлинг хочет вернуться в октябре. А придёт октябрь, там будут какие-то новые отговорки. Что делать дальше Пети всё вот это время непонятно. Да и мало того, Алджи обвиняет Петё в затягивании реванша. Тут его слова. Подождите. Итак, Пётр Ян теперь пытается сбежать, узнав, что я лечу шею. Значит, я лечу шею, а ты убегаешь? Это твоя возможность сбежать? Ты не сибирский гангстер, который хочет взять реванш и вернуть пояс. Ты решил подраться с кем-то другим? Ты не хочешь драться со мной? Ты хочешь другого соперника? Ты не будешь ждать меня, потому убегаешь, чтобы драться с кем-то другим? Это выглядит именно так. Такие вот слова от Стерлинга. Свежий твит Пети Яна. Актёр дрался через 4 месяца после того нокаута, но всё ещё потрясён после нашего буя. А Султан Сулейман дело говорит. Такими мыслями организовывают бой Джигана и Саши Емельяненко. Кому-то 100% этот бой будет интересен, кто-то пройдёт мимо. Так всегда было. Но сам факт, что такие поединки проводят, означает, что интересующихся больше. Как говорится, спрос рождает предложение. Джиган сегодня назвал сумму. До этого обсуждались только детали самого боя, правила и так далее. Так вот, ни много ни мало Джига хочет 50 миллионов рублей. Дата боя до сих пор остается неизвестной. Емельяненко восстанавливает тем временем форму на спортбазе в Подмосковье. А Джигана тренирует сам Костя Дзю. Ну а как вы думали, за шапку сухарей я буду драться с Саньком? Написал Джиган у себя в сторис в инстаграм. Один из подписчиков выразил мнение, с которым я полностью согласен. Саня Шлеменко получает не более 100 тысяч баксов за бой. Это 8 миллионов. Так он боец топ-10 байцев в России. А кто такие эти двое? Ещё раз, пока будет спрос, будут и такие бои. Здесь разговор не о спорте, а о шоу, которое приносит деньги. А вот насчёт гонораров 50 миллионов посмотрим. Если платить столько Джигану, то и Емельяненко потребует примерно столько же. Вряд ли кто-то потянет такие суммы. Вскрылись подробности про пожертвования Коннора в фонд Дастина Парье. Оказалось, что Коннор не переводил ни единого акцента. Сегодня Парье решил рассказать всё как есть. Вот здесь он пишет, что с ним больше не выходит на связь. Забавное предсказание. Ты также предсказывал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся. 10 июля заплатишь за всё. Другими словами, Макгрегор так и не сделал обещанное пожертвование в 500 тысяч долларов. Коннор отреагировал, причём очень быстро. Вот здесь в комментариях к посту Парье пишет. Пожертвование – это не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Я знаю, куда они идут от начала и до конца. В противном случае они идут в никуда. К сожалению, такое бывает со многими благотворительными фондами. Ты согласился драться со мной вместо боя за пояс. Это показывает, что я был прав. Деньги вперёд надо было брать. Вряд ли Дастин заключал с Коннором письменный договор, хотя знал, на что шёл. И уж тем более знал, что всё может переиграться. Здесь дело не в том, что Парье нужны деньги, а в том, что Коннор неоднократно говорил, что сделает пожертвование. Но не сделал этого. Рассказал, то должен был быть человеком слова. Напомню, 10 июля пройдёт их трилогия. Напишите, что вы думаете о претензиях Дастина Парье к Коннору Макгрегору. Менеджер Хабиба дал жару. Хабиб может вернуться, но не в ММА, а в рестлинг. Али допускает, что Хабиб может подраться с Джоном Синой. В эфире TMZ Sport Али говорит, давайте на чистоту. Если кто-то из этих стероидных уродов захочет матча против Хабиба, захочет получить, они знают, кому надо позвонить. Он пойдёт и набьёт лицо самому Джону Сине. А по промокоду Антонов вы получите до 100 баксов для всех новеньких. Досматривайте видео и вперёд. Сам Хабиб на заявление пока никак не отреагировал, а реакция болельщиков долго себя ждать не заставила. И она говорит сама за себя. Большинство выбрали вариант «рука-лицо». Но надо ли серьёзно относиться к таким боям? Даже если и придёт Хабиб в рестлинг. Там в своё время выступали ведь и Мэйвезер, и Ронда Роузи, и Брок Лесснер, и многие другие знаменитости. Так что ничего страшного. Вам было бы интересно посмотреть, как Хабиб проявит себя в рестлинге против того же Джона Сины? Пишите в комментах. Это всё, что я хотел вам рассказать, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если всё так, то с вас лайк и подписка на канал. А с меня интересные новости каждый день. Друзья, скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»